После изменения ядерной доктрины России, раз уж вы Пескова вспомнили, он заявил, что не стоит буквально воспринимать пункты обновленного документа, потому что, ну, хоть там и прописано, или, как говорил Путин, что даже пересечение российской границы, например, вражеских беспилотников может быть причиной для использования тактического ядерного вооружения. Мы видим, что продолжают атаковать украинские беспилотники, службы безопасности и Главное управление разведки объекта на территории Российской Федерации, причем даже в глубине. Однако Песков объясняет, мол, это еще не повод, не надо ссылаться на эту доктрину. Не надо ссылаться, зачем было тогда ее обновлять? Ну и в целом, как вы считаете, вот на данном этапе этой войны, насколько мы находимся близко от момента, когда Путин может для устрашения использовать тактическое ядерное вооружение? Если помните, он, по-моему, уже как-то говорил, что рассматривать или как-то всерьез относиться к изменению доктрины, конституции, заявлению каких-либо институтов в России бессмысленно. Как надо, так как захочет Путин, так и сделают, вне зависимости. Конечно, да, конечно. Просто он прикрылся в этот раз доктриной. Это просто был инструмент для очередного ядерного шантажа, потому что для, наверное, западного, там, европейского уха, слово доктрина, конституция, это что-то такое, что является фактором принятия решений. Вот. Но надо понимать, что это говорят люди, которые живут совершенно в другом государстве, где это не значит ровным счетом ничего. Захотят доктрину 10 раз в течение дня поменять, поменяют. Все равно это решает Путин, и решать он будет в тот момент, когда у него не будет уже никакого варианта отступить, сманеврировать, когда для него, ну, просто власть будет просто выскакивать из его рук. Ну, тогда будет, скорее всего, поздно. А пока его власти ничего не угрожает. Зачем ему применять тактическое ядерное оружие, если после этого его ситуация ухудшается в разы? Она, может быть, для всех ухудшается, но для него однозначно. То есть это, грубо говоря, все равно для него самоубийственный шаг. И Китай от него отвернется, и в изоляции он будет тотальный, и неизвестно, какой еще ответ будет НАТО. Поэтому, конечно, не нужно буквально воспринимать, и не буквально, никак не нужно воспринимать то, что там в доктрине они понаписали. Режим Путина стабилен пока что, к сожалению. Об этом заявила и Юлия Навальная в последнем интервью, когда сказала, что планировала бы баллотироваться в президенты в случае возвращения в Россию после смены Путина. Сейчас, понятное дело, это невозможно, но у меня вот еще другой тезис очень заинтересовал из озвученных ею. Она говорит, Путин перестал язык дипломатии понимать, он не играет ни по каким правилам, поэтому стоит начать играть не по правилам. Согласны ли вы с таким тезисом, и что для вас может означать вот эта фраза «играть не по правилам»? Что это значит, и насколько так можно Путина победить, если очень упрощают? Я не знаю, что Юля имела в виду. На мой взгляд, нужно играть профессионально. А профессионально это выстраивать, понимая, что нет таких санкций, которые могли бы подорвать путинскую экономику на горизонте 5 лет. Нет таких санкций. Можно, например, создать переговорную позицию для Украины. Это деньги-оружие в достаточном количестве. Это первое. Это профессионально, это реальный шаг. Это одна опция. Вторая опция. Каким-то образом договариваться с Китаем. Может быть, даже с Китаем это первая опция. Возможно, стоит что-то предложить. Потому что Китай все равно зависит от Америки. Китай заинтересован в партнерстве с западными странами. Это основной рынок. И нужно не Путина из-под Китая вытаскивать. На самом деле Китай вытаскивает оттуда. В сторону. Потому что я думаю, что если бы дипломатические западные команды выработали четкую линию в отношении Китая, то можно было бы этот вопрос и решить, договорившись именно со второй суперсилой. И третье, что важно делать, понимая, что нет таких санкций, которые могут остановить войну, настроиться на долгосрочную стратегию. А в долгосрочной стратегии условно там холодная война 2.0 или как это будет называться. Здесь принцип очень простой. Ты должен принимать такие санкции, которые бьют по противнику сильнее, чем по тебе. Кстати, что бьет по Путину в долгосрочной перспективе по его экономике? Это я уже сто раз говорил. Отток капитала, отток кадров. Для этого нужно создавать условия. И третье, нужно сконцентрироваться не на всех санкциях, а выделить только санкции на товар двойного значения. И четко делать так, чтобы технологии, такие товары не попадали в Россию. Все. И тогда на горизонте там 5, 7, 10 лет это будет эффективно. И это будет по Западу бить меньше. Сегодня же нефтяные санкции по Путину бьют в 10 раз, скажем так, меньше, чем по самой Европе. Мы посчитали. Если Путин от нефтяных санкций потерял порядка 60 миллиардов долларов, это максимальная цифра, которую называют экономисты, и сейчас уже, поскольку серый флот появился, система адаптировалась, это будет в год где-то 10 миллиардов всего лишь. А Европа заплатила за энергоресурсы, переплатила. Потому что покупает теперь дороже или через Индию нефтепродукты там покупает. Какие-то сотни миллиардов, многие сотни миллиардов долларов переплатила. Это те деньги, которые они могли бы давать Украине, например, как вариант. Вот. Поэтому долгосрочная стратегия должна быть такая. Нужно или там автомобилисты. Немецкие автоконцерны взяли Китаю, подарили рынок. Казалось бы, да, такие санкции должны были с помощью такого шока заставить граждан как-то поменять власть внутри страны. Но никто нас не слушал, когда мы говорили, что это не сработает. И в итоге сейчас западные автоконцерны подарили просто Китаю, потеряли огромный кусок рынка. И в итоге сейчас отрасль в той же Германии несет убытки. А это влияет в том числе и на способность Германии финансировать Украину. Вот три шага, три направления, которые надо развивать активно. Китай, военная поддержка. И третье, новый дизайн санкций, рассчитанный на долгосрочный эффект. Ну, при сохранении нынешней поддержки, нынешних санкций, бывший главнокомандующий Валерий Залужный прогнозирует, что выйти из затяжной войны практически невозможно. Он не видит практически ни единого шанса, если все останется точно так же, что война закончится в ближайшее время, особенно победой Украины. Друзья, что вы об этом думаете? Оставьте ваши мысли в комментариях, очень интересно будет почитать. Но также ответите на вопрос, почему достаточно ограниченно продолжают нам помогать, наши главные союзники, что стоит за этим, действительно ли они так боятся поражения России, падения путинского режима, который может за ним последовать. Пишите об этом в комментариях, будем двигаться дальше. Я уже Навальную вспомнила косвенно, и знаете, после ее заявления, что она планирует баллотироваться в президенты, сразу возникает вопрос, не станет ли она теперь целью номер один для того же Путина, потому что, ну, в целом после смерти Алексея, на какой-то похороны которого она даже приехать в Россию не смогла, да, вроде бы как, наверное, Кремль мог решить, ну, пускай она там у себя находится в Европе, да, и, в общем-то, нам она никакой угрозы не представляет. Но когда она теперь заявила амбиции непосредственно уже, ну, на президентское кресло, то мы знаем, как Путин поступает со своими врагами, а так сказать мог только путинский враг. Вот как вы думаете, действительно ли, ну, ни в коем случае не хочу там условно накарпить, да, но насколько всерьез вообще с существованием самой Навальной, как человека, как политика, обеспокоена в Кремле? Ну, в Кремле, безусловно, опасается вообще любых ярких, известных с большой узнаваемостью оппонентов. Юлия такой является, таким человеком. Другое дело, насколько это вообще реалистично в ближайшее время вернуться, это самая главная проблема. Если бы Юля была бы в России, там были бы честные выборы, она бы пошла бы, то я бы даже на Юлю поставил. Она могла бы, наверное, и в этих условиях выиграть. Вот, но понятно, что ее никто не пустит никуда, никто ее не допустит ни до каких выборов. Она даже по действующим законодательству уголовница-экстремистка. Вот, то есть у нее даже при нынешней законодательной системе нет шансов никуда избраться. Вот, а что будет через 5-10 лет, загадывать-то очень, ну, бессмысленно. Ситуация быстро поменяется. Друзья, тоже ваше мнение оставьте, мне интересно услышать и его. Вот, если я уже заговорил о такой теме, как ликвидации, как устранение тех людей, которые Путину не угодно. Вот, странная смерть произошла с бывшим топ-менеджером ЮКОСа, Михаилом Рогачевым. Значит, по официальной версии, суицид на форме, на фоне тяжелой формы онкологии, якобы он выпал из окна или выпрыгнул из окна. Вот, но очень много несостыковок так же было. Там и тело, во-первых, обнаружил сотрудник службы внешней разведки, который является персональным водителем бывшего первого заместителя директора СВР России. Близкие Рогачева говорят, что никаких предпосылок для суицида не было. И завтракал он в этот день с ними, и в нормальном расположении духа был. Просто мы уже помним эту целую цепочку, целый ряд таинственных смертей, особенно среди руководства крупных компаний, таких как «Газпром», в том числе, где там один руководитель задохнулся в гараже от выхлопного газа, второй убил свою жену, своих детей, а потом убил себя, третий тоже выпрыгнул из окна. И мы помним, что эта цепочка, она на самом деле только пополнялась этими звеньями с начала большой войны. Видите ли вы в этом определенную закономерность? Если конкретно о последнем этом случае, о котором я говорил с топ-менеджером Юкоса, бывшим человеком, который был, сотрудничал с Ходорковским тоже, возможно, у вас, если есть мысли, тоже озвучите, пожалуйста. Я не могу про конкретный случай сказать, потому что где-то это может быть случайность, где-то закономерность, но таких смертей подозрительно много в последнее время. Очевидно, что, несмотря на все это напряжение, несмотря на то, что Путин страну контролирует, конечно же, элиты прекрасно понимают, что какая-то новая архитектура, власть, она появится после войны. С Путиным, без Путина, да, все равно борьба за власть, борьба за ресурсы, она не прекращалась, и она идет полным ходом. Вот, если раньше все шли в суд и пытались там как-то отсуживать или рейдерские захваты проводить, то сейчас, ну, как бы одной смертью больше, одной меньше на фоне войны в Украине, это уже мало кого волнует и мало кто на это обращает внимания. То есть война в целом вообще изменила цену, понизила цену человеческой жизни в России. Даже таких людей, как там бывшие генералы, бывших не бывает, генералы отставные, какие-то там топ-менеджеры всяких разных компаний. То есть сегодня это, по большому счету, мало кого интересует на фоне таких событий. Поэтому, конечно, в каком-то случае это случайность, а в каком-то закономерность. В продолжение темы о рейдерских захватах развивается история скромной местью, которую готов был объявить Кадыров. Не появляются, значит, на рабочем месте ни депутаты, которым, значит, Кадыров обещал отомстить, сам олигарх Керимов, сенатор и кошелек Путина, как его называют, давайте так буду подчеркивать. Также что-то, в общем, спрятался, и единственное из последних развитий, это то, что его поддержал глава Дагестана, что назвали уже новым витком этого конфликта, который может перерасти в войну на этнической почве. Стоит ли уже, грубо говоря, ставить точку в этом конфликте, потому что вроде ярко разгорелось, или же все-таки, ну, скажем так, и на национальной почве, и на почве бандитских разборок, которую, одну из сторон, в которых возглавил там Кадыров при молчании Путина абсолютном, да? Может ли это действительно привести к каким-то более глобальным последствиям, захлестнуть Россию, может ли вот это вот действительно война? Ну, давайте говорить откровенно, банд просто в более крупных масштабах. Я думаю, что если что-то и ставить, точно не точку, а запятую, потому что я думаю, что кровную месть публично не объявляет. Если действительно эта месть объявлена, то не публично это происходит. Вот, а скорее всего Кадыров вот системно ничего организовывать не будет. Но надо понимать, как работает команда внутри Чечни, да? Если босс твой кому-то публично объявляет кровную месть, то понятно, какие-то люди, подчиненные, будут ждать команды, а есть еще много других людей, которые тонкости всей этой игры не понимают и которые хотят выслужить перед начальством. Ну, как бы начальник заявил кровную месть, пойду-ка я ему этот трофей и принесу, даже не согласовываясь с ним. На самом деле, такое часто происходит. Мне рассказывали, что были случаи, когда Кадыров что-то сказал, не имея в виду там с кем-то расправиться. А с кем-то расправлялись, потому что его так услышали, поняли, у него есть куча людей. Кто-то провинился перед ним и хочет реанимироваться. Кто-то реанимирует свое имя. Кто-то хочет продвижения по карьерной лесенке. Кто-то хочет попасться ему на глаза, как человек лояльный для такого промоушена, продвижения по карьерной лесенке. И вот как раз это, этих людей Кадыров совершенно не контролировал. Поэтому, что бы там не имел в виду Кадыров, но если он эти слова произнес публично, то все депутаты, сенатор и все те, кому Кадыров публично угрожал, я уверен просто, не только должны задумываться о безопасности, я уверен, что они задумались и окружили себя там двойной и тройной охраной. Именно поэтому они не появляются, потому что как раз могут вот эти вот добровольные такие полезные идиоты выскочить и попробовать добыть трофей для Кадыров, которым якобы желают. Вот. И это то, что не контролирует никто. Куда это вылезет? Да, раньше, что вот Путина называли компромиссной персоной, то почему для всех этих групп влияние силовых, финансовых? Потому что, ну, это тут фразу, да, он как арбитр, да, неважно, может, нравится или нет, но у него получалось разруливать вот эти как раз конфликты каким-то образом. Сейчас складывается впечатление, что он самоотстранился от того, чтобы принимать участие вот в этих вот разборках. Да, он с момента еще Пригожинского бунта утратил функцию арбитра между интересами элит. Закончилось это сначала Пригожинским бунтом, теперь такой Кадыровский бунт. Непонятно, чем он закончится. То есть эту функцию Путин выполняет все хуже и хуже. Это факт. Это его ослабляет. И это может привести к последствиям, которые Путин уже контролировать не сможет. Когда это произойдет, мы не знаем, но это, да, это уже второй случай за два года, за полтора года. Ну и к рубрике «Слухи» напоследок телеграм-канал «Генерал СВР», который читают наши зрители некоторые, я об этом знаю и пишут об этом в комментариях, задают вопросы, Дмитрий. Поэтому давайте мы от частного к общему пробуем перейти. Значит, «Генерал СВР» утверждает, что слабость Путина уже слишком долго ощущается, значит, разными представителями тех или иных групп влияния. И вообще в ближайшее время можем увидеть транзит власти. Путина отправят, значит, главой Конституционного суда на почетную пенсию. А прямо сейчас чуть ли не идут консультации, кто, значит, какой кусок пирога отхватит после его, ну, либо отстранения, там, да, принудительного, либо уговоров для того, чтобы он покинул пост самостоятельно. Два вопроса. Верите ли вы в то, что Путин может уйти сам и передать власть? И второй вопрос. Есть ли сейчас основания полагать, что консолидация есть какая-то вот этих элит и сила воли, сила оружия для того, чтобы действительно такое отстранение произвести? Элиты Путина мне довольны, очевидно. Но ничего не могут сделать. Соответственно, мне кажется, канал, на который вы ссылаетесь, мне кажется, он как-то, по-моему, уже рассказывал, что Путин умер, нет? Он и до сих пор рассказывает. Он умер или он слабый? Пусть канал определится. Ну, а про эту слабость, ну, что я могу сказать? Ну, 10-12 лет я слышу все это. Путин слабый, Путин слабый, скоро его скинут. Я предлагаю... Ну, конечно, хочется надеяться на лучшее, но нельзя руководствоваться какими-то беспочвенными надеждами. Чего он слабый? Экономика у него достаточно сильная. Людей готовых воевать у него много. Никаких протестов быть не может. Всех оппозиционеров выдавили, всех самых активных посадили или выставили из страны. Поэтому элиты настолько слабые, но они настолько не влияют сейчас на процессы. Более того, у них нет никакого выхода, потому что Запад до сих пор им не предложил какую-то альтернативу. Поэтому Запад, наоборот, их загнал под Путина своими санкциями против всех подряд, без всяких критериев. Поэтому куда они? С корабля-то могут деться. Некуда. Я не вижу никаких предпосылок сейчас. Это не значит, что такое невозможно. Может, и произойдет рано или поздно, но предпосылок я не вижу прямо сейчас.